Близзард, объясните, что это за херня? Вот, вот, вот это конкретно что? Так, во-первых, во-первых, обратите внимание на стиле иконок. Половина новой 2D, половина старой 3D, и рассудив логически, становится ясно то, что 2D иконки это те, у которых обновили скины. Но! Реперфар и бастион скины обновили, а иконки нет. Но номер два. 2D спрайт присутствует у Джанкрата, у которого еще не обновляли скин, и при этом это спрайт из самой первой версии первого овервотча. Но номер три, ни одного обновленного скина нету в бета-версии овервотч 2. И, но номер четыре, скин трейсер есть, но не на самой трейсер, а в главном меню. Ну, конечно, можно сказать, что это бета, да причем она еще и закрыта, и к релизу точно все поправят. Ага, идите вы нахрен, знаете. Овервотч 2 когда-то анонсировали 2-3 года назад. Знаете, что произошло за эти 2-3 года в самом овервотче? Ничего. Вот, буквально ничего. Ну, ладно. Последний герой, знаете, когда вышел? Полтора года назад. Ну, примерно, не помню я. А знаете, что вообще делали Близзард все эти 2 года? Ебали друг друга. Ну, я серьезно, ебали друг друга. Нет, конечно, овервотч достаточно популярен на порнохабе. Был когда-то, но не сейчас, чтобы ебать друг друга, а потом увольнять за это, а потом персонажей переименовывать. Не, ну, Мишань, ну че ты прикопался? Это не имеет никакого отношения к игре. Быть может, вы правы, но это показывает отношение самих Близзард к своему продукту, который они, опять же, делают уже 2 года, наверное. Ну, давайте разберемся с самим продуктом, и я уже предвижу ваш вопрос, а почему, собственно, мнение киберспортсмена? Дело в том, что я, вот так сюрприз, бывшая киберкотлета по овервотчу. Я участвовал в самом первом Open Cup Overwatch Contenders, который организовывали Близзард. В том самом, при помощи которого можно было попасть в Лигу Контендерса, а через него и, впрочем, в Overwatch Лигу. Конечно, участие мое закончилось после первой игры, потому что наша команда вылетела после нее же, но, тем не менее, это было участие и опыт киберспортсмена, как вы поняли, у меня есть. В общем, по пунктам, к фундаментальным изменениям, у нас теперь 5 игроков на команду. Близзы поняли, что они не могут себе позволить балансить игру под 6 человек, а если точнее, то просто год с мета была полной хуйней, или сколько она там вообще держалась? Чё там вообще последние 3 года было в Overwatch, я уже не помню. В общем, теперь у нас расклад ролей, это 1 танк, 2 ДПСа и 2 саппорта. И, да, я говорю именно так, потому что такой расклад ролей принудительный. Видите ли, в бете не присутствует свободного квикплея, который присутствует в аркаде стандартного Overwatch'а? И я кину камень в огород первой части, хотя давайте честно, я по факту рассказываю про первую часть, потому что Overwatch 2, это буквально Overwatch 1. Вводить поиск по ролям было большой ошибкой. Эм, пардон, пока я записывал видео, вышел патч, эти опоссумы одумались и вернули поиск без ролей. Но я пока продолжу бомбить в целом на эту систему. Благодаря этому люди привязаны исключительно к одной мете в 2-2-2, или сейчас это будет 1-2-2, что противоречит изначальной философии Overwatch'а, в которую входило то, что можно экспериментировать с пиком, можно экспериментировать с ролями, можно поменяться с кем-то, если вдруг не получается. Но из-за того, что в виде телекомьюнити постоянно плакала, что люди не хотят играть так, как правильно играть, а правильной была мета 2-2-2, или какой-нибудь ГОЦ, или еще что-то, Близзарды просто взяли и составили эту самую мету. В результате, конечно, добавив все-таки отдельный режим матчмейкинга без поиска по ролей и отдельный рейтинг соответственно. Но, тем не менее, вводом таких ограничений Близзарды просто разрушили интерес экспериментировать, разрушили вот этот вот азарт соревновательности, который, в принципе, тащил игру во многом. Ну и, естественно, эта система у нас останется в Overwatch 2, и, скорее всего, будет основной также, потому что под новый состав команды пришлось перебалансировать всех танков. Почти всех танков. Танки, например, перевели Doomfist, что, в принципе, исходя из его образа, саму по себе напрашивалась. Я не знаю, почему он изначально вышел как ДД, но, с другой стороны, теперь на нем очень непривычно играть, и как танк он чувствует себя, мягко говоря, не очень. У Doomfist убрали апперкот и заменили его на файтинговый блок, который сокращает любой входящий в него урон. Арицу так вообще хорошо реворкнули, ей убрали щиты, дали ей дживелин, им можно метать, им можно блокировать входящий урон, а ультимейт больше не ставит усиливающий тотем, а теперь она раскручивает свой дживелин и ебашит по области. Уинстону дали альтернативный режим огня, на котором теперь приходится аимить на этом персонаже, прикиньте. А еще да, щиты, щитов стало заметно меньше, как и способности контроля. Мэй теперь просто замедляет врагов, а не замораживает их в сосульку. У Макри убрали стан гранату и заменили ее на обычную гранату, которая просто клеится к противнику и наносит урон. Я не пойму, ему что, урона не хватало или что? Многие люди, конечно, скажут, что от таких ребалансировок повысилась динамика, соревновательность или еще что-нибудь, но нет, это тот же самый первый Overwatch, вообще нихрена не изменилось, вы просто не заметите этих изменений. При каком-нибудь, может, глубинном анализе в соревновательном режиме, но у нас этого пока нету, так что оценивать бесполезно. Карты вон многие обновили, поменяв на них всего лишь время суток. Угу, да, этих изменений мы ждали. А, кстати, да, добавили систему пингов из Апекса, я забыл про нее, потому что я ни одного пинга за всю игру не видел, никто этой хуйней не пользуется и никто не будет. Стандартных калаутов для игры всегда было вполне себе достаточно, а если нужна дополнительная информация, ее просто говорили в голосовой чат. Так, ну и по большому счету это вообще все изменения и... А, бля, новый герой, точно! Итак, Соджорн, дэмэдж дилер, выглядит, конечно, как пиздец аугментированный какой-то, а вот играется она вполне себе весело. Она умеет делать подкаты после этого высоко прыгать, пока батисты больше не нужен. У нее есть граната дамажащая по зоне некоторое время. Вооружена она полностью автоматической винтовкой с альтернативным огнем в виде рейлгана. Вот это вот прям тема. Стреляешь такой по какому-нибудь думчисту основным огнем, рейлганом в голову, он умер. А ульта ее начинает быстро заряжать рейлган в течение некоторого времени, чтобы им можно было спамить. Пиздец, знаете, как я воодушевляюще звучу? Говорю, как все клево, а теперь только вдумайтесь. Все, что я сейчас назвал, это они сделали за два года. И это они называют овервотчем 2. Да. И вот из-за такого ребаланса и нового персонажа, которых можно запрограммировать за 15 минут в кастомках овервотча, В основной игре не выходило никаких обновлений. Ах да, новый режим и новые карты. Да, точно. Опять же, абстрагируясь от соревновательности, к которой мы пока не можем получить доступ, я скажу. Режим как режим, карты как карты. Я уже не верю Близзардам, да я вообще уже никому не верю. Я в принципе не надеялся на второй овервотч, но это просто диагноз налицо. Ах да, они же добавили эту нормальную таблицу счета, спустя 6 лет после релиза основной игры. Видимо теперь циферки больше никого не оскорбляют, и теперь можно такое вводить в соревновательные игры, я не знаю. Изменения, конечно, положительные, но появилось оно в игре опять же спустя 6 лет. И видит бог, не хотел я этого говорить, но... Знаете, Battlefield 2042 на это понадобилось всего полгода. Такие дела.